МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Театральная мекка в Барнауле стартовал Всероссийский молодежный театральный фестиваль. Лучшие исполнители, лучшая режиссура, лучшие актеры. Добрый вечер. В студии Татьяна Голубева. Некоторые темы уходящей недели мы сегодня обсудим с нашим гостем Владиславом Вакаевым, депутатом Краевого законодательного собрания нового седьмого созыва, доцентом Алтайского государственного педагогического университета. Здравствуйте, Владислав. Очень рад вас видеть. Здравствуйте. Ну и главная тема этой недели – подведение итогов выборов. В Краевое законодательное собрание и Государственную думу во вторник стало ясно, сколько мандатов в парламенте получила каждая из партий. Однако поименный состав депутатов будет известен после партийных собраний. По одномандатным округам в Госдуму от Алтайского края проходят только единороссы. Теперь уже бывший спикер АКЗС Иван Лор, вице-губернатор Даниил Бессарабов, а также Александр Прокопьев и Виктор Зобнев. По территориальной группе, в которую вошел и наш регион, единороссы получили 9 мандатов. Таким образом, от Алтайского края в Госдуму проходит депутат со стажем Николай Герасименко, а еще главврач Валерий Елыкомов и член Федерального молодежного парламента Наталья Кувшинова. Последних двоих избрали и в депутаты АКЗС, поэтому теперь Единая Россия должна будет определиться, в какой из парламентов, краевой или российский, их делегировать. Дальше интриги и не было. От справедливой России по списку в Госдуму проходит только Александр Терентьев, от КПРФ Сергей Шаргунов, который напрямую отношения к краю не имеет и будет вынужден разрываться между нашим регионом, республикой Алтай-Хакасией, Тувой и Бурятией, алтайских депутатов от ЛДПР в новом созыве не будет. В Краевом Заксобрании мандаты распределились так. Единая Россия несколько сдала позиции относительно прошлого созыва, 44 депутата будут представлять партию, а не 48. КПРФ делегирует 8 человек, а не 9, а вот эсеры и либерал-демократы увеличат представительство до 8 человек. Пока с поименным составом фракции определились только эсеры, коммунисты и либерал-демократы, единороссы примут финальное решение завтра. Владислав, ну вы, я знаю, уже в третий раз участвовали в избирательной кампании. Вот каковы ваши ощущения от последнего заключительного выборного процесса? Ну, ощущения, скажем так, противоречивые, потому что любые выборы – это такая война, да, в кавычках. Это всегда стресс, это всегда напряжение сил, нервов, эмоций. Вот, и сейчас такое состояние, конечно, немножечко усталости, да. Ну, и любые ощущения, они связаны, конечно же, с результатом. И вот как сейчас только увидели, да, что все-таки «Справедливая Россия» в Алтайском крае серьезно улучшило свои позиции, мы увеличили свой результат по процентам, мы получили одномандатные округа, два одномандатных округа выиграли. И, я считаю, самое главное, мы сохранили нашего представителя «Справедливая Россия» в Государственную Думу Александра Терентьева, который в третий раз будет представлять интересы края в стенах федерального парламента. Поэтому ощущения, в общем-то, позитивные и такая радость в перемешку с усталостью. Вот вы уже сказали, что в краевом законодательном собрании у вас сейчас будет большее количество депутатов, и все-таки складывается ощущение, что «Справедливая Россия» на этих выборах немного потеряла позиции, потому что ЛДПР вторая по результатам партия в парламенте. Вот что-то пошло не так, на ваш взгляд, несмотря на то, что вы вот в такой немножко даже эйфории находитесь? Ну да, не эйфория, но действительно, Алтайский край немножечко особняком стоит. Я бы не стал сейчас скрывать, что на федеральном уровне «Справедливая Россия» существенно просела. На то есть несколько причин. Это, в первую очередь, конечно же, вот те мелкие партии-спойлеры, которые оттянули голоса. Все эти партии пенсионеров, Родина, там, Патриота России, Зеленые, все эти мелкие партии, они понемногу, но оттягивают у оппозиции голоса. Вот простая цифра, да. Вот если мы в Алтайском крае «Справедливая Россия» на выборах в ЗАГС собрания взяла 17,5%, то на выборах в Госдуму здесь же наша же партия берет 14%. То есть вот эта разница в 3,5% это очень существенно. А на уровне страны, конечно же, многие просили регионы еще больше. И я думаю, что нам придется очень серьезно делать внутренние, скажем так, разбирательства о том, что произошло и как это исправить. И уже сегодня мне звонят представители других регионов, интересуются, почему у вас такой хороший результат, а почему по всей стране не очень. Будете делиться опытом. Буду делиться опытом. И более того, я думаю, что придется очень серьезно настаивать на том, чтобы партия все-таки начала серьезные изменения. Они назрели, и это очень будет серьезный разговор, но он будет не для широкой публики, это будет внутренний разговор. Но я надеюсь, что все-таки нам удастся его вывести в какие-то конкретные решения. Вот мы, например, вот знаете, любые поражения или неудачи, к ним можно относиться по-разному. Можно, с одной стороны, упасть духом, положить, сложить руки, да, что говорится, а можно, наоборот, собраться и идти дальше. Вот вы сказали, я третий раз участвовал в выборах, да. Один раз мне не хватило 90 голосов для победы, второй раз мне 30 голосов не хватило для победы. Но вот сейчас мы, в общем-то, показали хороший результат. Я, правда, прошел по спискам, но возглавляя список, я нес всю ответственность за результат, и, в общем-то, результат, я считаю, хороший. Вот примерно так, но я думаю, что мы теперь на федеральном уровне, наше региональное отделение опять подтвердило свои лидирующие позиции. У нас результат по выборам ЗАГСобрания лучший в стране по количеству полученных мандатов. Поэтому я думаю, что мы сейчас будем очень серьезно иметь вес именно как раз в определении линии развития партии, что делать и куда двигаться дальше. Ну, спасибо вам за ваше мнение, и еще раз я вас поздравляю. Спасибо. А мы продолжим. Курсное укропнение вузов в России продолжается. Сегодня об этом с уверенностью заявили московские эксперты. На третьем международном образовательном форуме Алтай-Азии в Барнелл приехали ученые и преподаватели из 11 стран мира. Встреча прошла в Алтайском госуниверситете, на базе которого в регионе и будет создан опорный вуз. Предположительно, это произойдет в 2018 году. К университету планируют присоединить технические и педагогические вузы. Напомним, сейчас в России работает 11 опорных вузов. Каждая из них уже получила с федерального бюджета по 600 миллионов рублей на развитие. По словам московских экспертов, уже в конце этого года начнется второй этап формирования опорных вузов, в котором и будет принимать участие наш регион. Шансы победить в конкурсе Министерства образования страны и создать на базе АГУ опорный вуз очень высоки, уверены москвичи. Хотелось бы, чтобы действительно в регионах формировался опорный в каком смысле опор? Опора в развитии экономики и кадрового потенциала. Безусловно, это инвестирование в тех ребят, которые здесь учатся, чтобы они получали образование конкурентоспособное. Владислав, ну вы не только депутат, но вы еще и преподаватель Алтайского государственного педагогического университета. Я уже сказала, как считаете, насколько решение верное создание опорных вузов, на ваш взгляд? Да, как преподаватель вуза, который хотят присоединить к АГУ, конечно же, мне немножко тревожно, потому что у нас все вот эти, так называемые, оптимизации, они ведут к тому, что у нас просто сокращается доступность услуг различных, и медицинских, и образовательных, и поэтому, честно говоря, мне немножко тревожно, потому что сейчас вот эта тенденция к сокращению преподавательского состава и в то же время увеличению нагрузки, это не есть хорошо, тем более, что у нас постоянно дефицит специалистов в той же системе образования, поэтому я считаю, вот моя позиция, я считаю, что нужно не сокращать количество и бюджетных мест, и количество вузов, потому что сегодня развитые страны идут, наоборот, по пути наращивания системы образования, и экономия на образовании, это, ну, это кощунство, потому что все специалисты говорят, каждый рубль вложен на образование дает 3 рубля прибыли в различных формах, поэтому, друзья, может быть, давайте как-то подумаем варианты, но если вот это объединение, укропнение приведет, наоборот, к увеличению финансирования, к сохранению и ставок, увеличению зарплаты, потому что у нас президент сказал, надо увеличивать зарплаты преподавателям, но сегодня доцент вуза получает, не поверите, 16 тысяч рублей ставка доцента вуза. Нет, поверьте, я приблизительно знаю, да. Ну, о чем мы можем говорить? Сегодня это кандидат наук, это дипломированный специалист, ну, надо это менять срочно. Ну, я надеюсь, что это все-таки будет в плюс. Да, я надеюсь, и мы, я уже как депутат буду за этим следить. Хорошо. В четверг во всем мире отмечали день без автомобиля, праздник придумали в Англии, около 20 лет назад, для пропаганды пеших прогулок и для улучшения экологической обстановки на земле. Присоединились ли барнаульцы ко всемирному движению, узнавали Галина Юмашева и Александр Антропов. В Барнауле живут более 200 тысяч автомобилей. Большинство из них владельцы ежедневно выводят на прогулку по городу. И каждая машина выбрасывает в воздух отравляющие вещества. По данным Росприроднадзора, у нас количество вредных загрязняющих веществ составляет более 40 тысяч тонн за год. На самом деле, показатель города Барнаула не самый большой среди сибирских городов. Это Омск, если сравнивать на Сибирск, у них показателей это больше. Дворы барнаульских многоэтажек, как правило, вечером забиты автомобилями до отказа. Ну, вот сейчас я вижу, что парковочные места есть, но, видимо, не все решились оставить сегодня автомобиль дома. Так ли это, спросим у местных жителей. Все заставлено, то есть проехать невозможно, даже вот так такси подъехать, двор очень узкий. То есть сейчас свободно получается? Да, свободно. То есть многие уехали? Да. Может быть увеличился пассажир поток в автобусах? Посмотрим. Не очень много людей. Утром никакой давки вы не увидели? Нет, мы всего 53 человека провезли по билетам. Без пенсионера, ну, человек 70. Это норма? Бывает больше. Пробки на многих улицах сегодня тоже говорят о том, что мало кто отказался от автомобилей. Узнаем, есть ли сегодня ажиотаж на велопрокат. Выходной до декабря 2016 года. Странно, хотя говорили, что сегодня многие велопрокаты будут давать хорошую скидку на велосипед. Судя по автомобильному трафику, он сегодня не стал меньше. Обычный трафик в обычный рабочий день. Да и парковки все, и обочины тоже забиты автомобилями. Похоже, Барнаулицам важнее комфортное передвижение по улицам города на личном авто, а не пешие прогулки и экологическая безопасность. Хотя не исключено, что многие горожане даже не слышали о таком празднике, как день без автомобиля. Галина Юмашева, Александр Антропов, информационный канал «Город». Владислав, вы про такой праздник слышали? Или вот это сюрприз для вас? Слышал. Недавно в интернете видел даже картинку из Яндекс.Пробки. Москва, все красное в пробках. И подпись «Вот так Москва отметила Всемирный день без автомобиля». Я, кстати, думаю, что Барнаул практически так же отметил этот Всемирный день без автомобиля. Лично вы, вот в четверг минувший, вы пешком ходили? Или все-таки... Стыду своему, признаюсь, проехал до работы и обратно на автомобиль. Я, честно, не знал про этот праздник. Хотя иногда я делаю такой разгрузочный день, потому что живу в центре, и мне до работы не так далеко. И когда я понимаю, что мне надо много ездить, я иду пешком, оставляю машину во дворе и спокойно гуляю. И для здоровья лучше, и для кошелька, и, скажем так, для экологии. То есть для вас это не проблема? Не проблема. Но я понимаю людей, которым приходится ехать с другого края города, и учитывая, что в общественный транспорт зачастую не попасть, поэтому надо развивать. Чтобы, если мы хотим, чтобы люди отказывались от автомобиля, нужно развивать инфраструктуру и развивать общественный транспорт. Для этого есть технологии, есть пути. И делать велосипедные какие-то, наверное, дорожки. Как вариант, да. Ну, не в нашем климате велосипед, конечно, не является панацеей. Ну, летом хотя бы. Но варианты есть, и надо развивать. Ну, я надеюсь, что в следующем году вы будете знать, когда этот праздник, и оставите свой автомобиль хотя бы на сутки. Окунуться в мир советского детства предлагают барнаульцам в библиотеке имени Ядринцева. Здесь на этой неделе открылась новая экспозиция. Листал книги середины прошлого века и рассматривал игрушки тех времен Илья Кочетков. Куда уходит детство, в какие города и где найти нам средства? Впрочем, уверены сотрудники Барнаульской библиотеки имени Ядринцева, средства вернутся в прошлое все же есть. Хранителями памяти могут быть самые простые, казалось бы, предметы. «Счастливое советское детство» – так называется новая экспозиция в библиотеке. Чтобы ее организовать, сотрудникам даже не пришлось обращаться к другим музеям. Все предметы они буквально принесли из дома. Все экспонаты – это те раритетные, теплые, близкие вещи, которые хранятся как особые воспоминания о детстве. Например, форма, представленная на данном манекене – это моя форма, в которой я заканчивала среднюю школу. Причем в этой же форме ее собственная дочь заканчивала школу и ходила на выпускной уже в наше время. Сама выставка – своего рода мостик, протянувшийся от одной эпохи к другой. А поскольку мы в стенах библиотеки, основные экспонаты – это именно книги тех времен. Популярные тогда овод, например, или сборники пионерских песен. И, конечно, буквари. Те, кто рассуждает о современной американской политкорректности, просто не видели советских книжек. Вот букварь выпуска 65-го года. Вместе со светленькими детишками – негритенок. Рядом морская раковина. Их привозили с отдыха на Черноморском побережье и долгими зимними вечерами вот так же пытались услышать шум далеких волн. Послушать ракушки, полистать желтеющие страницы прошлого. Все, кто с ностальгией вспоминает о веке 20-м, могут в течение месяца. Выставка продлится почти до конца октября. Илья Кочетков, Николай Шелко, информационный канал «Город». Интересная выставка открылась в библиотеке имени Ядринсова, но я знаю, Владислав, что и вы пишете. И несколько лет назад была презентация вашей книги, которая называется «Барнаул, который нам нужен». И вот ее основная мысль я прочитала в интернете, что краевая столица не развивается, а движется по нисходящей, что через несколько лет нас ждет точка невозврата. Несколько лет прошли. С тех пор что-то изменилось в городе или по-прежнему мы к этой точке невозврата стремимся, по-вашему? Ну, вы знаете, нет, я бы не сказал, что вот главная мысль моей книги была... Ну, по крайней мере, пресса писала так. Ну, пресса так, но все-таки главная мысль была, что нам необходимо найти в Барнауле те стратегии для развития, для того, чтобы спасти город от возможных вот именно проблем, да, предстоящих. И нам грозит действительно коллапс транспортный, инфраструктурный и так дальше. Но вот на то и прогнозы, да, может быть, грустные прогнозы, они для того, чтобы иногда предотвратить развитие какой-то ситуации. Поэтому вот я считаю, что за минувшие... Книга была написана в 2012 году, сейчас 4 года прошло, да. То есть за 4 года у нас многое сделано городскими властями, надо сказать, по развитию той же транспортной инфраструктуры, да, например, и по развитию коммунальной инфраструктуры. И надо сказать, город развивается, есть в этом плане подвижки. Но в то же время определенные вещи, которых еще нам нужно... Ну, например, да, вот я все говорят, сторонник, последовательный сторонник создания институтов развития. Нам нужен технопарк, нам нужны агентства регионального развития, нам нужны бизнес-инкубаторы на базе вузов и других организаций. То есть вот в этом плане еще пока у нас идет пробуксовка. И я надеюсь на то, что все-таки и городские, и краевые власти сумеют найти те точки роста для развития Барнаула. Пока же у нас есть проблема. Понятно. Но у вас, опять же, сейчас есть возможности самому, будучи депутатом... Да, если у меня есть четкое понимание, какие законопроекты отстаивать, я сейчас буду это делать. Хорошо. Продолжим. Праздник театрального искусства стартовал в Барнауле. Краевая столица в эти дни принимает масштабный фестиваль имени Золотухина. На этот раз он проходит в формате конкурса. Среди членов жюри, известные актеры и театральные критики. Накануне открытия они пообщались с журналистами и рассказали, что в их жизни значит Золотухин и каким должен быть современный театр. Мне это очень трогательно вспомнить, потому что общение с Валентом Сергеевичем... Мне было очень интересно с ним общаться. Он человек талантливый. И про театр говорил, то, что в театре у них проходило. Говорил всегда очень лично, очень образно, очень объемно. Напомним, в фестивале принимают участие 11 театров со всей России. Открывала его комедия ревизорного сибирского драмтеатра. В целом, рассказали критики и драматурги, фестиваль открыт к экспериментам. Но в большей степени все-таки ставка сделана на классику. К примеру, зрители увидят уже ставшие жемчужинами любого театрального репертуара. Вишневый сад, Укращение с троптивой, Ромео и Жюльетта. Кстати, последняя пьеса прозвучит в исполнении двух разных театров. По словам членов жюри, с модернизмом в театре нужно быть осторожнее и больше делать ставку на сохранение культурной памяти. В частности, театралы посетовали на то, что российскому культурному пространству катастрофически не хватает фестивалей и общения между театрами. Надеются, что Золотухинский это изменит. Как правило, всегда привозят самое лучшее, чтобы показать товар лицом. Лучшие исполнители, лучшая режиссура, лучшие актеры. И я очень надеюсь, что именно так и будет. Владислав, театральный фестиваль. Билеты купили вы уже? И вообще дружите ли вы с театром? У вас взаимные какие-то есть? Меня за культурный досуг отвечает супруга. Поэтому она регулярно приобретает билеты. И вот я в это воскресенье, мы с ней идем на Ромео и Жюльетту. Насколько я знаю, это тоже в рамках этого фестиваля. И я периодически хожу, потому что, ну, это... Ну, вам нравится? Вы не засыпаете, как многие? Нет, конечно. Нет, дело в другом. У меня достаточно насыщенная эмоциональная жизнь, а там тоже кипят эмоции. Мне иногда это вот просто... Поэтому мне это тяжело. Поэтому я стараюсь не злоупотреблять. Ну, где-то раз в месяц в театр хожу. Ну, понятно. Спасибо. Ну, а теперь мы перейдем к спорту. Чемпионы России, мира и призеры Олимпийских игр по гребле. Андрей Крайтер и Расул Ишмухамедов планируют выступать в Алтайский край. В рамках развития этого вида спорта в составе чемпионского десанта в четверг они провели мастер-класс для подрастающих спортсменов. Прекрасная погода, манящая гладь реки, горящие глаза мальчишек и девчонок, делающих первые шаги в большем спорте. Эта встреча с чемпионами запомнится им надолго. Наши прославленные гребцы рассказали о себе и своих достижениях. Где-то лет 17 я начал серьезно заниматься и переехал в Одессу, где мы с Русланом уже познакомились, с Мамутовым. С ним потом в дальнейшем выступали там за сборную. Как рассказали чемпионы, академическая гребля задействует и развивает все группы мышц, требует концентрации и силовой подготовки. Вместе с тем, это самый безопасный вид спорта за последние 100 лет, признанный Международным Олимпийским комитетом. Сегодня в нашем крае для занятий греблей есть все условия и необходимый инвентарь. Недаром именитые спортсмены собираются переехать сюда на постоянное место жительства. Вчера мы ездили на базу в Барнауле. Красота, я приехал туда, там гладь такая на воде. Нам показывали план, который будет там база в дальнейшем, вот уже, по завершению. Ну, могу сказать, даже за границей нет таких баз. Кстати, интерес к академической гребле в крае растет, отметили чемпионы. Правда, спорт этот технически сложный и дорогой. Для справки скажем, что стоимость одной профессиональной лодки колеблется от 120 тысяч рублей до 3,5 тысяч евро. А еще нужно упорно и долго тренироваться, решать кадровый вопрос. Тогда и у нас появятся свои, выращенные на Алтае, чемпионы. Наша задача сейчас уже, как действующих спортсменов на мировом уровне, продолжать выступать и брать медали, чтобы, в принципе, вообще об Алтайском крае начали люди узнавать. А между тем, мастер-класс продолжался. Спортсмены раздавали автографы и обучали ребят технике академической гребли. Некоторым даже повезло, и они прокатились с ними в одной лодке. Ну а еще чемпионы пообещали, что будут готовиться к очередной Олимпиаде 2020 года в Токио на базе нашего Алтайского края. Евгений Ещенко, Александр Антропов, информационный канал «Город». Ваши предшественники, депутаты 6-го созыва, они как-то сдавали нормы ГТО и показали очень хорошие результаты. Вот если и сейчас вам предложат поучаствовать и сдать нормы ГТО, вы согласитесь? С огромным удовольствием. Более того, я до выборов готовился к сдаче нормы ГТО, но выборная кампания выбила меня из колеи. Мне осталось подтянуть только один показатель – бег на длинную дистанцию. То есть у меня пока западает это все. По остальным позициям нормально, особенно бег на короткие дистанции, 100-метровку. То есть я могу сдать сейчас для своего возраста прям хорошо прыжки с места. То есть я в нормальной спортивной форме, поэтому... В общем, если вдруг вам предложат, то вы не откажетесь. Более того, сам буду требовать от других, от нашей фракции, чтобы они тоже участвовали. Ну и у нас остался один вопрос от телезрителя, очень коротко. Борис Лаврентьев спрашивает, как считаете, лично вы, став депутатом, сможете что-либо изменить? Ведь все равно в нашей стране решает все исполнительная власть. За ней приоритет. Нет, я считаю, что изменять мы можем и должны. Потому что задача депутата как раз, вот я рассматриваю, во-первых, эту исполнительную власть и контролировать, и стимулировать к работе, да, и в то же время предлагать идеи и направления для развития. У меня таких идей много. Я думаю, что понимаю, что нужно делать, и поэтому буду отстаивать это. И уверен, что есть хорошая идея. Как сказал один умный человек, сказал, в этом мире гораздо больше денег, чем хороших идей. Так вот, идеи есть, деньги в стране есть, я знаю точно. И так что мы будем добиваться реализации хороших, нужных проектов для нашего края. Я желаю вам удачи. Спасибо. Еще раз вас поздравляю и реализовывайте все свои планы и идеи. Спасибо. Спасибо, что вы к нам пришли. А я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был Владислав Вакаев, избранный депутат Алтайского краевого законодательного собрания 7-го созыва, доцент Алтайского государственного педагогического университета. Ну и в заключении немного рекламы. Новую дорогу проложили по улице Взлетная. Начало строительства инфраструктуры положила инвестиционная строительная компания «Союз» о том, что еще предлагает застройщик новоселам в нашем сюжете. Детские площадки, зоны отдыха, энергоэффективные квартиры – все это есть в новом жилом районе, не было только дороги. Но недавно компания «Союз», застройщик микрорайона времена года, ответила на просьбы жителей. Теперь подъехать к домам на Взлетный можно по свежему насыпному полотну. Здесь изюминка какая. То есть мы сегодня здесь организовали размещение жилых домов так, чтобы жилые внутри домовая территория была непроизная. И вот мы здесь, как вы видите, оформили полностью уголок для ребятишек, для отдыха, для семей. В ближайшее время на средства компании будет построена и ливневая канализация по улице Власихинской. В остальном готовность нового квартала к заселению практически стопроцентная. К коммуникации подведены, территория благоустроена. Уже этой осенью времена года примут первых новоселов – более 700 семей.